Друзья, мы с вами находимся на культурно-религиозном празднике. Да, я не ошибся. Этот праздник так и называется День Святого Патрика. Значит, официальным символом праздника является трелисник. Самым главным напитком праздника является пиво с зеленым оттенком. И состояние на утро у каждого гостя должно быть с зеленым оттенком. И тогда можно считать, что праздник встретили и провели полноценно. Итак, Реста Мюзикл Провка, День Святого Патрика. Отдыхаем, несмотря ни на что, и не поддаемся панике. Олег, мне кажется, что сам Святой Патрик был бы в шоке, узнав, что после его смерти весь мир отмечает праздник, День Святого Патрика, упиваясь зеленым пивом до зеленого состояния. Так он знает. Знает, да? Конечно. Он тебе звонил. Он говорил, да. Спасибо, ребят, что вы каждый год это делаете. Ребят, если бы сам Святой Патрик видел бы, что вы танцуете в определенном стиле под ирландскую музыку, он бы не только несколько раз там перевернулся, он бы просто лег бы лицом вниз. Что ощущаете, когда танцуете на такой великий праздник День Святого Патрика? Я думаю, если бы он нас увидел, он бы сказал, и это хорошо. Ребят, что в вашей жизни, Святой Патрик? Веселье. Так, а для вас? Весна, зелень. По вас видно, что вы радостная. Для вас Святой Патрик, это же культурно-религиозный праздник. Это зеленый человечек. Точно! А зеленый человечек, потому что выпил много зеленого пива, или у него такое состояние души? Состояние души, весна, всегда весна. Как ты читаешь, справедливо, что в этот день пьют пиво, а не упиваются виски или еще какими-то крепленными напитками? Конечно, справедливо, это же святое дело. А, это же праздник! Святое дело! Если бы ты руководила бы назначением праздников во всем мире, какие бы праздники ты бы занесла в календарь? Смотрите, один мой хороший друг недавно накинул мне идею сделать праздник бороды. Вот мы живем в таком мире, где вот с недавних пор возможно, все мужчины, все парни очень много определяют внимания бороде. Странно! Слава богу, что это не девушки! Да, да, да! Но вот бороду я бы внесла в календарь. Знаете почему? Почему? Потому что даже для нее придумали расчески! Я тебя хочу спросить, как мужчина мужчину. Как в те годы далекие, когда ты создавал вот этот праздник в честь себя, как ты справлялся с женщиной? Значит, смотри, никак. Было скучно и одиноко. Нужен был праздник, когда нужно много пить. Так появился День Святого Патрика. Слушайте, если Святой Патрик был действительно вот такой классный парень, как мой собеседник, наверное, не зря весь мир отмечает этот день.